Глубоко уважаемые президиумы, голубоко уважаемые коллеги, голубоко уважаемые наблюдающие за нами в эфире онлайн, надеюсь, такие есть. И вот то, что касается циторедуктивных операций при метастатическом поражении лёгких. Частота метастатического поражения лёгких, причём это изолированное поражение лёгких, существует три теории. Почему изолированное поражается только лёгкие в некоторых случаях? Чаще всего это, конечно, при меланоме, видите, это чаще всего первичная опухоль меланома, затем молочная железа, потом рак почки. И там следующие все и пристательная железа, и колоректальный рак, примерно с одинаковой степенью поражения возникает в лёгких. Что же мы можем предложить в случае метастатического поражения лёгкого? Это метастазэктомия. Чаще всего это используется в виде тракоскопической технологии, когда выполняется метастазэктомия. Это кровые, клиновидные, атипические резекции, сегментэктомии, лобэктомии. Очень редко я встречал пневмонэктомии по поводу метастатического поражения. И это зачастую оправдано, когда наличие метастазов в лёгкой несёт высокие риски лёгочного кровотечения, либо распада и невозможности проведения системной химиотерапии. И тогда это оправдано. И вот такой подход, но подход ещё другой, как называется, метастазэктомия с изолированной химиоперфузией лёгкого. Впервые в 1958 году Крич предложил эту технологию в условиях искусственного кровообращения. Прооперировал он тогда 7 пациентов с первичным раком лёгкого и отказался от этой технологии, поскольку это была очень сложная технология. Но самое неприятное заключалось в том, что в условиях искусственного кровообращения перфузировались сразу оба лёгких, и, естественно, процент осложнений был высок. И, в конце концов, отказавшись от этой технологии, реинновация нового подхода, она была связана уже с изолированной перфузией одного лёгкого, единственная в перерыве через полтора-два месяца после восстановления функции. Что является показанием к метастазоктомии? Так называемые тромфольские критерии. Тромфольские критерии – это состояние пациента, это контроль над первичной опухолью, то есть полная излеченность первичной опухоли. Есть изолированное поражение метастатическое лёгких и хорошая визуализация метастазов, то есть насколько можно полностью удалить все метастатически поражённые участки лёгкого. Вот этот тромфольский критерий, который, в принципе, является Библией для тех хирургов, которые думают о метастазоктомии из лёгкого. Но результаты метастазоктомии заключаются в том, что 20% в случаях циторедукции является неполной. Отсюда получается, что в течение двух лет общая выживаемость после полной метастазоктомии всего 64%, и 36% выживаемость в течение пяти лет. И не говоря, что неполная резекция, в течение пяти лет, только каждый пятый может пережить пять лет после неполной резекции и метастатически изменённой лёгочной ткани. Что говорят о метастазоктомии при саркомах? Вот те публикации, которые свидетельствуют за 2005, 2006, 2007, 2011 годы, и пятилетняя выживаемость 52%, 29%, 37%, 21%. Ну что такое 27% и 52%? Посмотрите, это размер метастазов меньше 2 см, и количество метастазов меньше 2 см. То есть это изолированное солитарное поражение лёгочной паренхимы. И критерием в европейских консенсусах является поражение не больше 6 метастазов в одном лёгком, то есть показанием к метастазоктомии. Поэтому здесь, конечно, можно получить хорошие результаты, если их можно, но это радикальная мастектомия, всего 29%, только 3 из 10 могут пережить 5 лет. Что при остеогенной саркоме? То же самое, только 30% пятилетняя выживаемость. И что влияет? Это disease-free interval, то есть это время безрецидивного течения, когда пациент был прооперирован, радикально пролечен, и потом появляются метастазы. То есть тот интервал, который, чем он больше, это говорит о торпидности течения и о лучшем прогнозе. И в этом случае метастазоктомия имеет, так скажем, как прогностический критерий, является хорошим прогностическим критерием и является показанием. Показания к изолированной химиоперфузии стандартны для циторедуктивных операций, то есть это тромфольский критерий, и плюс неэффективность, то, что мы считаем, что это не является самостоятельным методом, и мы его используем только в том случае зачастую, когда уже исчерпаны все возможные методы воздействия системной химиотерапии. И чаще всего нам предоставляются случаи, когда после пяти и шести линий химиотерапии никакого эффекта, и только в том случае мы предлагаем пациенту эту методику. Либо наличие симптомных легочных метастазов. Мы обладаем опытом на сегодняшний день самым большим в мире, это 236 изолированных химиоперфузий легких у 188 больных. Причем до 2007-2019 здесь одного легкого 185 изолированной химиоперфузии и 48 обоих легких, несколько другая. Мы обладаем опытом, попыткой, когда только становилось это, это в 2007 году, мы начинали с гипертермической химиоперфузии, выполнили три гипертермических химиоперфузии легкого, и все они осложнились. Осложнились в одном случае даже длительным постперфузионным отеком, потребовавшим около 50-суточной искусственной вентиляции легкого. Поэтому мы отказались полностью от изолированной химиоперфузии легкого в гипертермическом режиме, поскольку по всей вероятности сурфактант является очень чувствительным к повышению температуры. Поэтому отек постперфузионный легкого, он, к сожалению, длительное время не мог, так скажем, легкое не могло восстановиться. Специально выделено, но здесь не очень хорошо видно, из всего перечня гистологических вариантов, 40% выполненных перфузий по поводу сарком. 76 пациентов, 40% сарком. Это остеогенная саркома, синавиальная саркома, липосаркома, хондросаркома, фибросаркома, альвеолярная саркома, полиморфоклеточная, и леомиосаркома с метастатическим поражением легких. Это изолированная химиоперфузия легких. Что же такое изолированная химиоперфузия легкого? Это когда легкое выключается из кровообращения, отжимается ствол легочной артерии, по манжетке левого предсердия отжимается зажимом ДБК предсердия и налаживается искусственное кровообращение в пределах одного легкого, но это уже после метастазоктомии. Выполняется сначала метастазоктомия. Чаще всего мы используем, конечно, прецизионное удаление метастатических очагов, поскольку считаем, что если есть у пациента метастатическое поражение, мы боремся за каждый миллиметр, за каждый сантиметр кубической легочной паренхимы. Поэтому выполнять краевые резекции при помощи аппаратного шва, и больше того, мы заметили, что чаще всего рецидивы возникают после торакоскопических резекций с использованием аппаратного шва, и в линии резекции зачастую мы получаем рецидив. Поэтому мы практически отказались от торакоскопических резекций, если это с точки зрения диагностики, это один вопрос. А когда выполняется или один периферически расположенный очаг, когда их много, и есть необходимость в удалении множества очагов, тогда мы используем электро-каутер, удаляем метастатические очаги, ушиваем дефекты, временное отключение доступных бронхиальных артерий при помощи сосудистых зажимов типа бульдог, слева-справа, затем канюлирование сосудов, выделение сосудов, канюлирование сосудов при помощи детских канюль, затем изолированная химиоперфузия в течение 30 минут, в течение 30 минут, но здесь с исплатином у нас 128 пациентов и мелфоланом 60 пациентов. Это зависит от индивидуального. Выбор химиопрепарата зависит принципиально от действенного агента при том или ином виде сарком, то есть в принципе либо злокачественного образования. В одном случае мы, когда пациентки с редуцированным объемом левого легкого, это была пациентка после брохопластической верхней лобоктомии слева, поскольку метастатическое поражение бронхов с легочным кровотечением в анамнезе, мы выполнили первым этапом брохопластическую лобоктомию, изолированную нормотермическую химиоперфузию нижней доли, а затем еще определили, что в верхней и средней доле у пациентки есть метастазы, и поэтому, поскольку слева у пациентки всего одна доля и запускать 30 минут всего на 5 сегментах посчитали слишком опасным для пациента, поэтому мы оставили перфузию и вентиляцию через двойной, двухпросветный катетер нижней доли, а верхнюю и среднюю в это время перфузировали. Эта пациентка прожила больше 4 лет без прогрессирования, но потом, к сожалению, она вышла из-под наблюдения, зачастую пациенты просто не идут на контакт, честно сказать, не хотят вспоминать тот день и час, и видеть тех докторов, которые когда-то принимали участие в их судьбе. И следующим этапом осложнения связанные, специфические осложнения связанные с изолированной химиоперфузией, это постперфузионный отек легкого. Постперфузионный отек легкого это практически, вот видите, это такой тотальный интерстициальный отек легкого, зачастую он бессимптомный, зачастую бессимптомный, и это через 2 дня регресс пациент отека, и что следующее здесь тошнота, рвота, цитопения. Мы изучали концентрацию методом спектромосметрии в перфузионном растворе, в плазме крови больных и в перфузионном примилфолании и цисплотине, и пришли к такому выводу, что в плазме крови у пациентов всего сбрасывается порядка 1% от дозы примилфолании и 2% от цисплотина. Следующим шагом мы, поскольку это стандартные, стандартизированные показатели, скажем, при цисплотине, это 125 миллиграмм на метр квадратный, но мы заметили, что метр квадратный это когда у человека может быть 120 килограммов, а легкие они отличаются по объему и как у нормастени, как абсолютно нормальные, даже иногда уменьшены. И заметив эту тенденцию, мы изменили подсчет дозы, уже мы сейчас на сегодняшний день подсчитываем дозу на сантиметр кубический легочной паренхимы, то есть мы рассчитываем объем легкого, затем не просто объем легкого, но еще с учетом контрастного вещества расчет дозы по КТ денсометрии и вот при таком подсчете дозы при помощи математических уравнений при таком подсчете дозы у нас количество отеков с дыхательной недостаточностью резко снизилось, это статически достоверная тенденция с дыхательной недостаточностью, видите, контрольная группа 33%, а всего 10%, которые с подсчетом дозы с учетом КТ волюметрии. Что из одаленных результатов? Безрецидивная выживаемость 45% и пятилетняя 59%. Это очень хорошие результаты, на наш взгляд, у пациентов с четвертой стадией с метастатическим поражением легких. Что влияет больше всего? Это действительно безрецидивная выживаемость, то есть меньше 13 месяцев и больше 13 месяцев, это общая выживаемость и безрецидивная выживаемость. Выживаемость в зависимости от среднего размера метастазов, на общую выживаемость это является прогностическим критерием, больше 20 миллиметров. Если говорить о мультивариантном анализе, то на безрецидивную выживаемость влияет количество метастазов И время удвоения опухоли. То есть время удвоения, которое подсчитывают наши рентгенологи, говорит о прогностически благоприятном или неблагоприятном течении заболевания. Что говорить о общей выживаемости, то по мультивариантному анализу влияет размер по компьютерной томографии, количество метастазов, время допрогрессирования и возраст. Возраст, чем моложе, тем лучше прогноз у пациентов. Чаще всего это, конечно, саркомы. Это пациентка, которую мы не устанем никогда показывать. 13-летняя девочка, которая в 2005 году травма, затем в 2006 году верифицирована остеогенная саркома, Проксимального метафиза, затем цикл химиотерапии, затем в другом учреждении установка эндоспейсера, удаление эндоспейсера. Почему? Поскольку вот такой вот рецидив у девочки 16-летней по поводу нерадикальной, на мой взгляд, выполнено оперативное вмешательство. Выполнена тогда Георгием Ивановичем межподвздошно-брюшная ампутация у пациентки. И у пациентки к этому времени уже было метастатическое поражение обоих легких, экзортикуляция, извиняюсь, экзортикуляция правой нижней конечности в тазобедренном суставе. Затем химиотерапия и в 2009 году, правильно я помню, да, в марте 2009 года справа мы удалили 42 метастаза, затем химиотерапия и два цикла химиотерапии, да, два цикла химиотерапии и слева 28 метастазов. Все было хорошо, наблюдения довольно-таки, мы радовались вместе с этой девушкой, с этой пациенткой, пока не обнаружили метастаз в области легочной связки. В области, это уже было и 17 лет, в 2009 году, в декабре 2009 года мы обнаружили метастатический очаг в проекции нижней легочной связки. И тогда никакого другого способа, когда, как было пойти на ретуроктомию и удаление метастатического очага в области нижней легочной связки, метастаз был удален, и у меня предоставилась возможность, поскольку по компьютерной томографии никак не регистрировалось метастатическое поражение, но чем отличается власти саркома, при атолектазе можно пропальпировать легочную паренхему и попытаться найти еще, может быть, метастазы. После 42 метастазов, удаленных метастазов, мы в надежде все-таки найти или дополнительно удалить очаги, к своему счастью, к счастью, пациентки не нашли очагов. Удалили метастазы к томии, это в феврале 2010 года, и затем еще был метастаз в область левой подвздошной кости, и эндопротезирование дуальным протезом фирмы ЛИНК, выполнял Георгий Иванович. Значит, на сегодняшний день пациентке 117 месяцев, это 10 лет в марте 2019 года, без признаков прогрессирования. 124 месяца после левосторонней и 117 месяцев после удаления 42 в общей сложности 70 метастазов. Ну и выводы, я так думаю, что в принципе мы не говорим, что мы нашли, если бы эта технология или методика помогала всем, мы бы сказали, что мы нашли метод лечения. Но определенной группы, отобранной группе пациентов, эта технология явно в помощь. Поэтому мы сейчас ищем еще более тонкие критерии для показаний к этой методике и для отказа от этих операций. Потому что, казалось бы, если быть в Европе, то пациентка, у которой 42 метастаза слева, справа и 28 слева, это явно противопоказание к операции. И здесь, ну не знаю, тогда мы оперировали с Георгием Ивановичем и эту девочку, и с Пунановым, с Юрий Александровичем. И когда к 42 метастазу уже и руки практически опускались, Юрий Александрович тогда говорил, что мы творим, что мы делаем. 42 метастаза, что от легкого остается. Оказывается, остается от легкого, можно и оставить. Поэтому, в принципе, я думаю, что определенные показания к этой методике есть. Мы сейчас уточняем более тонкую. Может быть, то, что мы сейчас запланировали, у нас сейчас, я уже повторюсь, что самый большой опыт в мире по выполнению этих вмешательств. И мы, у нас есть желание проанализировать этот опыт с точки зрения создания системы, может быть, коэффициентного прогноза, когда пациента, может, компьютерные данные могут ввести эти данные, можно сказать, уровень, так скажем, уровень риска прогрессирования. И не всегда это количество метастазов. Есть еще, по всей вероятности, более тонкие какие-то материи, может быть, которых мы еще не знаем. Спасибо за внимание. Продолжение следует...